Приветствую дорогие зрители и сегодня мы поговорим про Рамзана Кадырова, который постоянно дает все новые инфоповоды для обсуждения своей персоны. В этот раз причиной стало его скандальное интервью арабской службе Russia Today, где он призвал всех мусульман к войне с Израилем. Эту фразу позже вырезали в чеченской версии интервью, но ее можно услышать, если хорошо прислушаться в оригинальной арабской версии. В арабской версии этот фрагмент просто не озвучили, но его можно услышать. В чеченской же версии этот факт скрыли немножко получше, просто обрезали всю фразу. Сейчас в Сирии все мусульмане друг против друга воюют. Я им даю вопрос, если вы искренне мусульмане рядом с другими государствами, вы почему с ними не воюете? Эти жесткие слова про войну совершенно невозможно счесть случайной оговоркой, потому что еще этим летом Рамзан Кадыров сравнивал Израиль с террористической организацией. Так что такое отношение проявляется далеко не первый раз. Вот так вот в очередной раз глава республики сделал такое громкое заявление, которое может нанести вред России на международной арене. Хотя, конечно, они попытались как-то припрятать эту фразу, но, к сожалению, у них это не получилось, и теперь об этом уже все знают. Впрочем, ничего нового. Надо добавить, что Дон, это имеется в виду не река, это слово-паразит, которое означает короче. Рамзан Кадыров часто его употребляет. Это очень сложно, Дон. Это нереально Дон. Там стоял Дон. Надо их убивать, Дон. И мы это делаем с удовольствием, Дон. Есть в интервью и другие интересные моменты, например, описание встречи путинского пехотинца, героя России Рамзана Кадырова с Хаттабом. Вы уверены, что Хаттаб — офицер спецслужб зарубежных стран? Его приписывали то к одному, то к другому государству. Как вы думаете, это игра, которую играли Хаттаб и его покровители? Он являлся их работником спецслужбы. Не секрет, Дон. Сирия воюет, Дон. Против Асада, Дон. Те люди, которые готовятся до натовской базы, Дон. В том же интервью, где Рамзан Кадыров призвал к войне с Израилем, он также обвинил западные спецслужбы в том, что все ведущие полевые командиры в 90-е в Чечне были их агентами. А также он сказал, что Израиль, США и Англия — это, в общем-то, все одно и то же. Поэтому, по сути, здесь обвинение и в сторону Израиля. Вообще, Рамзан Кадыров очень плотно перенял тактику обычных российских чиновников в любой непонятной ситуации все валить на Америку. Возможно, что Хаттаб, про которого вы говорите и который известен в арабском мире как предводитель бандитов, воевавших в Чечне, говорил на русском языке. Вы и говорили с ним лично? Когда он приехал в республику, меня отправлял мой отец с моим двоюродным братом, чтобы принести до он патроны. Басаев отписал своему двоюродному брату начальнику штаба Халид Басаев был. Мы ехали до он туда, чтобы получить боеприпасы. Рамзан Кадыров ехал за боеприпасами к Басаеву. Повстречали ли они по пути первого русского, мы, конечно, не знаем в этой истории. Но дальше следует описание встречи с Хаттабом, которым сначала Рамзан Кадыров принимает Хаттаба за человека, просящего милостыню. Выглядел он якобы очень плохо, просто как оборванец. Вот он такой человек, через две недели он был великим командиром. Из чего делается вывод, что Хаттаб, скорее всего, агент каких-то спецслужб, потому что за ним стоят очень серьезные люди и очень серьезные деньги. Иначе бы он не смог так приехать из другой страны и возглавить чеченцев. Приехать в Чеченскую республику и возглавить чеченцев, это очень сложно. Но возникает другой вопрос. Почему он именно агент западных спецслужб? Он на тысячу процентов говорил на русском лучше, чем я. Дальше в интервью происходит странная несостыковка. Сначала Рамзан Кадыров говорит, что у него был конфликт с саудитами из-за отношения к ваххабизму. И то, что саудиты, скорее всего, финансировали терроризм. Но сейчас они перестали благодаря конференциям, которыми проводит Рамзан Кадыров. И саудовский Аравидон перестал финансировать тех течений, которые призывали к терроризму и экстремизму. Поэтому конференция была всевышнему, да он дал плоды, да он. Получается, раньше они финансировали. Почему же тогда они не могли финансировать, например, Хаттаба 25 лет назад? Этот вопрос ведущий ему, к сожалению, не задает. Хотя, я думаю, стоило бы. Я самый счастливый человек. У меня никогда не было врагов. И меня мой народ любит и уважает. И я все буду делать для того, чтобы оправдать эту любовь их доверенную. В принципе, давать интервью пропагандистским СМИ, которые существуют на российские деньги, для наших чиновников, это, понятно, довольно легкая задача. Такой вот разбор интервью с Рамзаном Кадыровым сегодня. Его отношения к Западу и к Израилю явно враждебны. И это особо сильно не скрывается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Большое вам спасибо за просмотр и до новых встреч.